Здравствуйте! Это экспертное мнение. Вчера Европейский Центробанк оставил ставку без изменения. Комментирует ситуацию старший аналитик Альбари Дарья Желаннова. Даша. Стабильность признак мастерства, либо проявление неуверенности Марио Драги. Я думаю, что в данном случае Марио Драги решил взять тайм-аут. Дело в том, что рынки ожидали дальнейшего понижения ставки. И, скорее всего, это произойдет на следующем заседании. Ситуация в еврозоне остается критической. Мы видим дальнейшее ухудшение экономической активности. Еврокомиссия снизила прогнозы по росту экономики еврозоны с 1% до 0,1%. Безработица по-прежнему остается очень высокой. И если по всей еврозоне мы видели показатель 11,6%, то в отдельных странах, таких как Испания и Греция, она уже зашкаливает за 25%, что очень-очень много. И действительно, эту проблему нужно решать. Главный поставщик негатива в еврозоне остается Грецией. Вчера был принят очередной пакет по сокращению дефицита госбюджета. Простят ли Греции старые долги и дадут ли новый транш? Решение о предоставлении очередного транша будет решаться на встрече министра финансов Еврогруппы 12 ноября. И обсуждение будет происходить на основе доклада, который сейчас готовит тройка кредиторов. Само же решение будет принято чуть позже, в конце ноября. Я полагаю, что несмотря на все угрозы Германии и все недовольство еврочиновников, и транш будет предоставлен. И если вдруг понадобится списание долгов, оно тоже будет сделано, как уже прецеденты мы видели. Соответственно, пока Германии, все еще принимающие решения основные по еврозоне, выгодно, чтобы Греция оставалась, и выгодно ее кормить, соответственно, транши будут поступать и долги будут списываться. Как только Германия решит, что дешевле, либо выпустить Грецию из еврозоны, либо, как вариант, самой уйти, мы увидим, что ситуация изменится, и вот эти транши, они прекратятся. Пока же мы видим полное отсутствие политической воли, и ни одного, сколько-нибудь эффективно влияющего на ситуацию решения, принято не было. Спасибо. Это было экспертное мнение Дарьи Желановой. Продолжение следует...